17 октября в Смоленске во дворце спорта юбилейный прошел открытый кубок Смоленской АЭС, проводившийся в рамках первого этапа фестиваля баскетбола 3х3 среди мужских команд Центрального федерального округа. В фестиваль входит федеральный проект «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Приятно, что этот фестиваль начался у нас в Смоленской области. Мы уже давно сотрудничаем с Федерацией баскетбола Смоленской области. Мы очень много проводим различных турниров 4х4, 3х3, планета баскетбол. И у нас охвачена практически вся область, все районы, где мы занимаемся баскетболом. В первом туре фестиваля приняли участие 12 команд из 9 субъектов ЦФУ. По итогам игры десногорская команда САЭС заняла 6 место. В первом матче группового этапа «Атомщики» уступили команде «Бойс» из Брянска. Второй матч закончился победой над рязанской командой «Инвест». В четвертьфинале команде САЭС не удалось одолеть игроков «Орбиты» из Московской области. Позитивный итог был с командой «КуАЭС» из Курска. Но в заключительном матче десногорцы уступили победу опытной команде из «Костромы» КС «Русь». В каждой игре, которую мы проиграли, мы могли выиграть. В принципе, могли. Где-то не хватило самоотдачи, хасла, побиться за мяч, упасть, выиграть. В групповом мы сыграли такую игру, рвали и метали, и хорошо, и здорово. А в других почему-то дальше не получилось на том же настрое, биться, стараться. Молодежная команда «Динамо Русатом» была самой юной на турнире и временами показывала хорошую и зрелую игру. Но этого пока оказалось недостаточно, чтобы обыграть более опытных и крупных соперников. В начало совсем тяжело, там, да, первая игра, вторая. Потом они немножко вкатились. Чуть-чуть уже, видно, уже пошел какой-то анализ, поняли, да, как действовать против больших, сильных игроков. И чуть-чуть уже, под конец уже гораздо лучше выступали. Я думаю, если они будут еще дальше выступать, то они будут прибавлять и покажут еще тоже плохие результаты. Победителем стала команда Нововоронежской атомной станции НВАЭС Воронежская область. Второе место заняла команда Спарта Воронеж, третье – БК Новомосковск Тула. Все игры проходили без участия зрителей из-за эпидситуации. Следующие встречи турнира запланированы на 8 ноября и 13 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok